Здравствуйте! Вы смотрите программу Космонавтика. Вторая апрельская неделя прошла в стране под знаком космоса. В стенах Федерального космического агентства чествовали звездных героев и создателей ракетной техники. Покорителям орбит вручили медали, а инженерам и конструкторам знаки лауреатов премии имени Гагарина. Космические торжества завершились в московском планетарии. Вы знаете, что Генеральная ассамблея ООН проголосовала за то, чтобы этот праздник был международным. И это еще одно подтверждение того, что было сделано нашей страной, нашими людьми, учеными, летчиками, космонавтами, вами. В Звездном городке для школьников и студентов открылся космоцентр. Здесь можно получить навыки командира космического корабля и борт инженера межпланетной станции. Обучение в космоцентре для всех желающих. По приборам до станции 185 метров, скорость идет на сближение по 5 метров в секунду. Ой, сантиметра в секунду. Скорость растет. Им всего по 15. А они уже экипаж космического корабля. Стыковка в ручном режиме. Руководит процессом Андрей Захаров. Ощущение, которое на Земле никак не испытаешь. Так хотя бы понимаешь, каково это, как это выглядит на орбите. Конечно, до настоящей орбиты им еще далеко. Но вот азы космической науки эти школьники уже постигли в Центре подготовки космонавтов. На этой неделе здесь открылся единственный в России космоцентр. Этот космоцентр имеет, может быть, свою особенность, что здесь вот все срочно реальная подготовка. С подготовкой молодежи, с подготовкой студентов и с подготовкой, может быть, специалистов космической отрасли. Я думаю, что это будет взаимообогащающее такое сотрудничество. Уникальный образовательный центр на территории, где готовились и готовятся к полету покорители космоса. И не только из России. Здесь могут обучаться 150 школьников из самых разных уголков страны. Пускай он не станет космонавтом. Пусть даже он не придет в космическую отрасль. Но то любопытство, оно будет здесь взращено, будет открыто. И он с интересом будет заниматься и физикой, и химией, и биологией, может быть, астрономией, изучением в Земле. Настя Блинова настолько поглощена и увлечена космонавтикой, что уже сама может обучать друзей. Космонавты в невесомости, они вот за эти стулья, можно сказать, цепляются ногами. Могут так. Могут вверх ногами здесь вообще висеть. Реальный тренажер, модуль станции «Мир» – ценнейший и при этом работающий экспонат. Все так же, как на легендарной орбитальной станции. Здесь тренировались большинство советских космонавтов. Вдох, но у нас ведь вдох активный, правильно? В космоцентре можно научиться многому. От оказания первой медицинской помощи до навыков управления вертолетом и самолетом. А еще примерить настоящий скафандр для выхода в открытый космос и даже оценить вкус орбитальной еды. Здесь есть разные каши, разные лепешки, все, что душа захочет. Но самое главное – здесь каждый найдет новых друзей, увлеченных одной мечтой – стать ближе к космосу и, быть может, самому приблизиться к звездам. Я влечу в космос. Это я вам обещаю. 12 апреля в День космонавтики отметил свой юбилей Игорь Волк, командир первого и последнего советского челнока. Заслуженный летчик-испытатель должен был вывести в пилотируемый полет легендарный «Буран». Я же не знал тогда, что будет постановление нашего Центрального комитета и правительства нашего, Совет Министров, о создании многоразовой космической системы. Ну а когда это произошло, то на меня и показали ненормальный, который без двигателя садится, ему и карты в руки. Одна из самых ярких звезд Южного полушария называется «Конопус». У мореходов эта звезда считается путеводной. «Конопус» стал космическим ориентиром и для первых межпланетных станций. А вскоре на небосклоне появится новый «Конопус» – рукотворный, рожденный в Институте электромеханики. Последняя проверка перед отправкой на космодром. На стапелях НИИ электромеханики – близнецы «Конопус» и БКА – белорусский космический аппарат. Космос они также стартуют вместе. Уже на орбите разойдутся в разные стороны на 180 градусов, чтобы обеспечить непрерывное наблюдение земной поверхности. Мы сейчас готовимся к работе с этой информацией, готовим соответствующие технологии. Они все достаточно серьезные. Спутник весит всего 400 килограммов. Прямоугольная форма не случайна. Яркий пример модных сегодня лего-технологий. Каждая панель собиралась на отдельном стапеле. Затем из этих шести кубиков сложили аппарат. Внутри мозг спутника, бортовой компьютер, командно-измерительная телеметрическая система. Снаружи целевая аппаратура из гермоотсеков. Современные технологии не боятся вызовов открытого космоса. На наружной панели мы можем видеть бортовую информационную систему, моноблок целевой аппаратуры, различные антеннофидерные устройства и корректирующую двигательную установку. Система аппаратов «Конопус» поможет решить глобальную проблему прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Цунами, лесные пожары, наводнения. Предупрежден – значит вооружен. На каждом спутнике по две камеры. С высоты 500 километров они передадут изображение природных катаклизмов. Здесь мы видим моноблок целевой аппаратуры производства ОАО «Перинг» Республика Беларусь, который состоит из двух камер. Панхроматической с разрешением 2,5 метра и мультиспектральный с разрешением 10,5 метра, предназначенный для получения фотографий земной поверхности в черно-белом и цветном диапазонах. В монтажно-испытательном корпусе Института электромеханики стоит Геродин – один из 12, которые обеспечивали ориентацию орбитальной станции «Мир». Его вернули на Землю на американском шаттле. В космосе он трудился 15 лет. Работал бы столько же, если бы мир не затопили. Теперь этот силовой гироскоп – экспонат и одновременно символ надежности аппаратов, созданный здесь. Гарантийный срок спутника 5-7 лет, не менее 5 лет. Мы надеемся, что будет работать гораздо больше. Группировка будет конопусов, 4 космических аппарата. В этих умных контейнерах, которые контролируют температуру, влажность, давление и перегрузки, спутники «Конопус» и «БКА» отправятся на Байконур. Запуск запланирован в начале лета. 15 апреля 560 лет назад под Флоренцией родился гений – Леонардо да Винчи. Художник, архитектор, ученый, изобретатель. Любопытно, но его имя связано и с космонавтикой. Именно он нарисовал первый скафандр. Леонардо да Винчи придумал и особую газовую смесь для дыхания в безвоздушном пространстве. Откуда такие знания в 15 веке? Есть версия, что Леонардо – путешественник во времени. Его телепортировали из будущего, дабы помочь людям. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи!